МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пояснительной записке к законопроекту сказано, что статистика смертности от употребления алкоголем продолжает оставаться высокой. Поэтому законодательство в этой сфере нужно ужесточить. В одном из зданий комплекса в Киу на Акулово-4 будет построен апарт-отель, сообщает коммерсант Прикамья. Номера квартиры в нем будут сдаваться на длительный срок. Завершить ремонт инвесторы планируют в этом году и уже подыскивают управляющую компанию. Апарт-отель – это, по сути, гостиничные номера, которые представляют собой апартаменты с кухней и сдаются в аренду. Эксперты отмечают, что сегодня в Перми этот сегмент не занят, и объект при грамотной ценовой политике может найти свою целевую аудиторию. Если здесь будет построена гостиница, я думаю, что она будет востребована. Я думаю, что здесь и тот, и другой вариант. И полноценная гостиница с большим номерным фондом, я думаю, будет иметь больше шансов на успех. Ну и само здание, оно, конечно, с одной стороны требует капитальных вложений в реконструкцию, просто гигантских вложений, но в то же время в архитектурном плане это интересное здание. Срок обращения в суд из-за невыплаты зарплаты может быть увеличен, сообщает РИА Новости. То есть при возникновении трудовых споров по поводу зарплаты в суд можно будет обращаться не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение года. Кроме того, у работников появится возможность подавать иски о защите своих прав по месту жительства или пребывания. Сейчас пожаловаться в суд можно в том месте, где зарегистрировано предприятие. Инициатива была создана из-за многочисленных жалоб граждан в Министерство труда. После длительного ожидания зарплаты работники обращаются сначала в надзорные органы, а уже потом в суд. К этому времени трехмесячный срок, как правило, истекает. Поэтому время обращения в суд и было решено увеличить до одного года. Новый законопроект призван повысить ответственность работодателей, говорят чиновники. Сейчас документы отправлены на согласование в заинтересованные ведомства. На этом у меня все. Удачи в делах.